Ретиноиды от прыщей спасения или шаг в неизвестность? Огромное количество пациентов обращается к нам за помощью в лечении акне, то есть высыпании на коже. Мы знаем разные методики, разные подходы, но один из самых эффективных и золотых стандартов, можно даже так сказать, в лечении акне является применение системных ретиноидов. Но системные ретиноиды, одно вот это словосочетание некоторых пациентов просто вводят в паническое состояние. Они говорят, о боже, нет, 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 ни в коем случае, только не системные ретиноиды. Хоть яд мне вводите, но только не системные ретиноиды, это очень опасно, очень страшно. В общем, очень много мифов, очень много страхов. Давайте разберемся в этой проблеме, кому действительно показаны системные ретиноиды, так ли они страшны и можно ли все прыщи лечить при помощи системных ретиноидов. Обязательно досмотрите этот видеоролик до конца, я расскажу, разрешаем ли мы нашим пациентам использовать тональные средства для маскировки высыпаний. Ну, прыщи замазывать вот эти вот тональником. Можно и нельзя, знаете. Что же такое системные ретиноиды? Системные ретиноиды – это одна из форм витамина А. И назначая прием системных ретиноидов, мы провоцируем как будто бы гипервитаминоз витамина А. И получаем те побочные эффекты, которые в данном случае нам помогают вылечить кожу. А не вредно ли так много витамина А для организма? Ну, конечно, это вредно. Но точно так же вредно и применение огромного количества микроэлементов и витаминов, которые вы очень часто, бесконтрольно, самостоятельно себе назначаете. Все есть яд и все есть лекарства. И витамин А – это прекрасный способ лечить кожу, который более 30 лет вообще уже используется. И, повторюсь, является золотым стандартом. Но одно дело, когда вы самостоятельно себе назначили, у вас проблемы со здоровьем, вы ничего не контролируете, ни анализа, ни дозировки. Естественно, это вам может навредить. И совершенно другое, когда вы это делаете под контролем специалиста. Это как с ботулотоксином, да? Это как с ботулотоксином, да? Можно самостоятельно себе вколоть огромное количество и получить осложнение. И не многих десятков лет и получать прекрасные результаты. Все зависит от того, как и кем используется этот препарат. Многие специалисты, блогеры, особенно в интернете, тоже доктора, говорят, что не надо лечить кожу, ходить к дерматологам, а надо вылечить кишечник, либо надо вылечить, я не знаю, гинекологию, либо еще что-то. То есть проблем может быть масса. Я не буду отрицать, что действительно проблема акне достаточно часто связана с проблемами внутри организма. И нашим пациентам после сбора анамнеза при необходимости мы назначаем определенные анализы. Как правило, анализы назначаются для того, чтобы подтвердить предположения врача. Мы, кстати, раньше практиковали, то есть мы абсолютно всех пациентов, которые обращались с проблемой акне, говорили, вот анализы, пожалуйста, сдайте, дальше будем заниматься. И в большинстве случаев оказывалось, что пациент здоров, у него нет проблем внутри организма, у него нет проблем ни с кишечником, ни с гинекологией, ни с гормонами, у него просто генетическая предрасположенность к акне. Поэтому должна быть золотая середина. И когда кто-то из специалистов перетягивает одеяло в свою сторону и говорит, только наш волшебный метод, только от этого возникают акне, ну давайте будем честны. Причин может быть масса. Разбираться нужно обязательно. И лечить нужно проблему, и, соответственно, тогда мы будем получать долговременные классные результаты. Почему мы говорим про генетическую предрасположенность? Понятно, что у нас могут быть проблемы внутри организма, но бывают пациенты, у которых генетические клетки, которые отвечают за выработку кожного сала, более чувствительны к гормонам, которые провоцируют выработку этого самого кожного сала. То есть гормон в норме, но кожа таким образом реагирует, то есть она выделяет слишком много, она себя ведет, как будто бы слишком много этого гормона, хотя гормоны при этом могут быть в норме. Точно так же есть пациенты, у которых, в принципе, крупные сальные железы, расширенные поры, сами по себе кожа вырабатывает много кожного сала. И строение сальных желез может быть таковым, что они могут быть извиты достаточно, там может скапливаться себом, то есть то, что вырабатывает кожное, ну, само кожное сало непосредственно. И кожное сало является питательной средой для бактерий. То есть тут одно дополняет другое. То есть у нас мало того, что вырабатывается кожное сало, его вырабатывается много. Строение таково, что это все достаточно сложно опорожняется, плюс туда же еще микроорганизмы, которые все это едят и, соответственно, вызывают воспаление. Поэтому причин может быть много. Нужно разбираться и подбирать именно тот метод лечения, который нужен вам. И далеко не всегда это системные ретиноиды. Бывают случаи, когда к нам приходят пациенты, мы им просто назначаем хороший домашний уход, и акне прощаются с ними, то есть их больше не беспокоят. Поэтому способов коррекции много, но нужно подбирать тот, который подойдет под вашу проблему. А для этого необходимо обращаться к специалистам, которые умеют работать с акне, умеют лечить кожу. Кстати, в нашей клинике это одно из основных направлений. Мы гордимся тем, что помогаем людям обрести здоровую чистую кожу без высыпаний. Ссылку на нашу клинику я оставлю в описании к этому видео. Обязательно приходите, и мы вылечим вашу кожу. В итоге, как же работают системные ретиноиды? Почему мы лечим акне? Когда мы вызываем гипервитамина А, наши сальные железы реагируют тем, что они начинают вырабатывать меньше кожного сала. Естественно, на самом деле, не самое приятное лечение. Оно длительное, оно сопряжено с тем, что пациент испытывает сухость кожи, у него могут появляться раздражения за этой сухостью, волосы могут становиться такие более тонкие, могут становиться ломкими. Кстати, через какое-то время пациенты, как правило, это вот еще не к концу лечения, а такое начало, ближе к середине, пациенты, особенно женщины, отмечают, что, боже, какое счастье, у меня вообще не жирнится, не пачкается голова. Я ее там раз в неделю мою, и то потому, что волосы там пахнут стали, там в клуб сходила. Ну, как бы ищем плюсы там, где можно их найти. Тем не менее, когда мы вызвали длительное вот это вот уменьшение выработки кожного сала, сальная железа как будто бы немножко усыхается, и в последующем, когда мы уже отменяем системные ретиноиды, кожного сала вырабатывается намного меньше, соответственно, воспалительных элементов, комедонов, черных точек, их тоже у пациентов значительно меньше. Я, на самом деле, с болью в сердце. Вообще, вот кожа для меня это больно, а мне хочется очень, чтобы у всех была красивая, сияющая кожа, без высыпания. И есть пациенты, которым я уже на протяжении 3-5 лет при каждой встрече говорю, тебе нужны системные ретиноиды, тебе нужны системные ретиноиды. Как попугай. А на что пациенты мне отвечают? Да нет, у меня... Я просто сейчас вот шоколадку съела, в следующий раз на меня, говорит, я просто чипсы поела. Еще через раз на меня, говорит, я молочку поела. И я уже смеюсь, говорю, слушай, вот мы с тобой сколько встречаемся, столько у тебя высыпания, и столько я тебе говорю, что тебе нужны системные ретиноиды, а ты мне каждый раз говоришь, что ты что-то поела, при этом каждый раз что-то разное. При этом на протяжении 5 лет акне никуда не уходят, у тебя остаются рубцы, у тебя остаются постакне. Зачем себя мучить? Зачем лишать себя возможности жить полноценно, счастливо и не заморачиваться из-за того, что у тебя там прыщик высыпал и тебе куда-то идти? Многие из-за акне, на самом деле, чувствуют себя некомфортно, они меньше знакомятся с людьми, потому что переживают, что все смотрят только на эти высыпания. Если вы тоже переживаете либо переживали из-за высыпаний на коже, поставьте лайк этому видео. Препараты, которые чаще всего используются, это Рокутан, Акнекутан, Сатред. По большому счету, это плюс-минус один и тот же препарат, который производится разными компаниями. Естественно, какой-то переносится лучше. У какого-то врача личный опыт, что вот этот препарат у моих пациентов работает лучше. Но какой-то мягче, какой-то жестче. Но опять же, это опыт и зависит еще от дозировок, которые назначает врач. Кстати, про дозировки. У нас, так как Акне одно из основных направлений, с которыми мы работаем, на собеседовании один из главных вопросов назначения системных ретиноидов. Казалось бы, ну, банально, там, да, уже один раз изучи, назначай, и будет тебе счастье. Но, оказывается, это достаточно большая зона незнаний многих врачей. И, возможно, именно с этим связаны плохие результаты у пациентов. Ну, и, соответственно, еще и к этому добавляется то, что мало того, что врач может неправильно назначить, рассчитать дозировку, которая нужна для того, чтобы ввести Акне в длительную ремиссию, пациент может пропускать таблетки. Приходит пациент на повторный осмотр, через какое-то время, ты ему говоришь, сколько таблеток пьешь? Такой вопрос не в миллиграммах, а вот прямо в таблетках. Потому что тут ты понимаешь, как он их пьет и сколько он их пьет. И вот тут начинается самое интересное. Ребят, если уж вы решились лечиться системными ретиноидами, ну, не затягивайте вы свое лечение. Подойдите к этому ответственно, и тогда будет счастье всем, и вашему врачу, и вам. Что же касается походов к доктору во время лечения. Как правило, врач назначает контрольные осмотры каждый месяц. То есть раз в месяц вы приходите, врач проводит осмотр, он вас опрашивает, собирает анамнез. И в зависимости от той информации, которую он получил, плюс от той клинической картины, которую он видит, он может назначать дополнительные процедурки, например, чистки или плазмотерапию, для того, чтобы облегчить сухость. У какого-то пациента будет сохнуть больше, кого-то подсыпать будет, особенно в начале лечения. В этом случае врач может помогать пациенту легче пройти этот период. Точно так же врач назначает анализы, то есть это печёночные показатели, которые мы смотрим. Очень распространённое мнение, заблуждение, что если ты пьёшь системные ретиноиды, всё, у тебя отвалится печень, безвозвратно. Я вам сейчас просто открою такой страшный секрет. Любители заниматься спортом, которые принимают протеин. Если вы сдадите свои анализы во время приёма протеинов, многие из вас могут увидеть, что ваши печёночные показатели, ЛТСТ, повышены. Это не значит, что у вас цирроз. Просто вот так вот работают препараты, которые вы принимаете. Просто нужно, если у вас повысились печёночные показатели, на приёме этих препаратов нужно уменьшить дозировку, но это делает ваш врач. Просто не нужно к своему здоровью относиться безалаберно. Взялись лечиться, несите за себя ответственность, вовремя сдаёте анализы, вовремя ходите к врачу. Ну, а если у вас нет такого врача и вы хотите начать лечение акне, в своём Телеграм-канале я опубликую список анализов, которые нужно сдать, проверить весь организм, ваши любимые гормоны, кишечники и так далее, для того, чтобы понять, с чего нужно начинать, есть ли проблема внутри, либо, возможно, у вас как раз-таки тот самый случай генетической предрасположенности к акне. Также я опубликую диету, которую мы рекомендуем соблюдать при лечении акне. Кстати, ещё одно популярное такое, ну, не заблуждение, скажем, неправильная интерпретация фактов, это то, что после применения системных ретиноидов три года нельзя беременеть, потому что иначе у тебя родится там урод. Действительно, системные ретиноиды обладают тертогенным свойством, то есть влияют на зародыш. Но через шесть месяцев после окончания лечения вы можете смело беременеть, у вас будет здоровый, прекрасный малыш, и никоим образом системные ретиноиды не повлияют на вашего малыша. Именно в тот момент, когда закладываются органы, именно если в этот момент вы пьёте большое количество там системных ретиноидов, здесь может сказаться. Поэтому, ещё по правилам, кстати, девушки должны сдавать раз в месяц тест на беременность для того, чтобы не забеременеть во время лечения. Но, как я уже повторилась, через шесть месяцев после окончания лечения флаг вам в руки, аист в помощь и рожайте малышей, мы будем только рады. А теперь, внимание, вопрос. Перед вами два пациента, два клинических случаях. Угадайте, кому из них мы назначим системные ретиноиды. В одном случае у нас очень тяжёлая форма акне, как мы видим, но она на протяжении восьми месяцев у пациента, а в другом случае, вроде бы, небольшие высыпания, но беспокоят они пациента на протяжении десяти лет. Большинство людей на этот вопрос отвечают неправильно, потому что, когда вы видите вот это вот страшные акне, высыпания, то вам кажется, что, слушайте, ну тут точно нужны системные ретиноиды. А вот и нет. В таких случаях достаточно поменять уход, перестать ковырять лицо, например, да, и просто назначить антибиотики. А вот когда у пациента длительное течение, когда на протяжении многих лет постоянно-постоянно его беспокоит акне, именно в этих случаях мы стараемся назначать системные ретиноиды. А какой уход можно поменять? Это же лицо. Ну, конечно, лицо. Умывалку нужно подобрать по типу кожи? Нужно. Многие пациенты, у которых акне, начинают сушить безбожно свою кожу, да, вот эти вот лосьон, огуречный, спиртовой. Вот у него и так кожа, понимаешь, кожное сало вырабатывает. Он ее сверху сушит. Значит, прыщики подсыхают. А дальше что начинается? У нас очень умный организм. Он вырабатывает вот такое количество жира, кожного сала вот этого. И вдруг он начинает испытывать сухость. Кожа сохнет, и он думает, так, не хватает, надо вырабатывать еще больше. И, соответственно, кожного сала становится все больше и больше. И у пациента пересушенная кожа, но при этом она с акне. Поэтому домашний уход это, ну, просто основа основ. И, как правило, без нее надо добиться прям стойких результатов, ну, не получается. То есть, хотя бы база должна быть. Это умывалка по типу кожи и крем по типу кожи, который будет помогать в течение вашего заболевания. Точнее, уведение его в ремиссию, в выздоровлении. Многие же говорят, ты роди ребенка и прыщи пройдет. Девочки, пишем в комментариях, у кого прыщи не прошли. Это просто аж глаз дергается. Потому что, когда тебе говорят, все твои проблемы решатся после рождения ребенка, вот, ничего подобного. Если у тебя есть акне, конечно, может случиться чудо и они могут пройти. Но, как правило, в беременности они у тебя обостряются. После беременности они никуда не уходят, потому что у тебя добавляется стресс. И получается, что тебе уже за, а ты все еще с прыщами, уже с ребенком и прыщи никуда не делись. Поэтому не надо вот эту вот глупость вбивать в головы молодых людей. Особенно это касается родителей, у которых даже возможность есть. Одно дело, нет возможности. Окей, я все понимаю. И у моих родителей в свое время не было возможности. Но когда возможность есть и родитель такой, да, это подростковые прыщи перерастет. А в итоге он не перерастает. В итоге ему уже 18, 20, 25 и он уже лечит не просто прыщи, он уже лечит постакне, у него уже рубцы, он тратит на это кучу денег, кучу времени, кучу комплексов может при этом приобрести. Ну и плюс лечение рубцов, я вам скажу, не самое приятное занятие. Поэтому если у вас есть возможность, ну чем раньше вы примете меры, тем лучше для вашего чада, ну и собственно для вас, если вот проблема эта вас коснулась. Кстати, в мире системные ретиноиды назначают детям с 12-14 лет, то есть никто не ждет. Это вот у нас этого пока боятся. Поделитесь этим видео со знакомыми, которых беспокоит высыпание, для того, чтобы они раньше начали лечить свою кожу и не откладывали это в долгий ящик. Поверьте, они еще скажут вам за это большое спасибо. Ну и как обещала, рассказываю, можно ли замазывать прыщи тональником, ну и любыми другими средствами, которые вам помогают. Можно. Ребят, некоторые врачи говорят, что на момент лечения мы не используем никакие тональные средства, но согласитесь, если у вас высыпание, если их много, психологический момент очень важен и можно прям переживать из-за этого. Поэтому, если вам комфортно с тональными средствами, ради бога вы можете их использовать. Единственное, но обязательно нужно тщательно очищать кожу после их использования. То есть, вы используете либо мицеллярную воду и после этого умываете еще дополнительной умывалкой по вашему типу кожи. И тогда все с вашей кожей будет замечательно. Ну а поможет вам в этом наш канал, поэтому подписывайтесь, не забывайте нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео.